Продолжаем выпуск. Военные на страже порядка. В 2015 году, согласно директивы Министерства обороны Украины в Запорожской области, было развернуто зональное отделение военной службы правопорядка. Как подразделение отметило годовщину и что успело сделать за это время, узнавали наши журналисты. Сейчас Запорожское отделение военной службы правопорядка насчитывает более ста человек личного состава. Здесь собрались самые разные люди. От новичков до опытных, молодые и в возрасте служат и представительницы прекрасного пола. Служба занимается выявлением преступлений военными, охраной порядка, патрулированием улиц, проводит служебные расследования, проверки документов, конвоирование задержанных и грузов, обеспечивает безопасность движения военного транспорта. Большое внимание уделяется профилактической работе. Так, по словам начальника отделения, пресечено пьянство в Запорожском госпитале на вокзалах. Военнослужащий заходил в кафе, ему подсылали клафелин. И такие случаи у нас было три за этот год. Благодаря профилактической работе, которую мы ведем на железнодорожном вокзале, таких случаев уже нет. Всего за год службой выявлено более 80 преступлений, составлено полторы сотни административных протоколов. Но первостепенной задачей на сегодняшний день для нее является контроль за ввозом на территорию области оружия военнослужащими. Главная задача стоит, чтобы не допустить этот приток, так скажем, неучтенных боеприпасов, оружия из зоны АТО на те территории, которые мирные считаются у нас, в том числе и в Запорожской области. По сути, эта служба является военной полицией, особым подразделением, которое обеспечивает законность и порядок в вооруженных силах. Сейчас рассматривается в Верховной Раде закон о создании военной полиции, согласно которой будет военной службе правопорядка, ее переименуют в военную полицию. И будет надано больше повноважений, стосовно инших войсковых формований. И может быть рассматривается такой вопрос о включении подразделений следствий в состав новой военной полиции. В нашей области служба размещается в Запорожье и Мелитополе. В планах создание еще одного отделения численностью в 10 человек в Бердянске. Это связано с тем, что курортный город находится вблизи зоны АТО. Продолжение следует...